Когда отпевали сына, Нарымбай этот стоял и дрожал просто. Мы увидели, как его руки очень сильно тряслись. Выглядел он так, будто болен чем-то. Мы тогда удивились, почему он так себя ведет. Стоял, дрожал. Пробормотал что-то, махнул рукой и унесли потом сына. Парни подняли и положили его в машину. Мы ведь не знали, чего они тогда боялись. Все это долгое время камнем на душе лежало. Они забрали его на машине, а пока вторая машина с людьми подъехала, они его уже похоронили. Эти загадочные обстоятельства поселили тревогу в душе отца Айдына, Уралбая. После этого старик сильно сдал. Постоянно говорил о том, что это младший сын, наследник. Хотел оставить ему этот дом. И слег после всех этих происшествий. И через два года после Айдына он умер от сердечного приступа. В сентябре 2010 года для расследования всех обстоятельств деятельности организации была создана межведомственная следственная группа МВД, финансовые полиции и ХНВ Республики, после чего в рамках уголовного дела проведено экспертное исследование трупа. В результате молекулярно-генетической экспертизы и восстановления внешности было установлено, что похороненный не является родственником матери и двух дочерей Айдына Хлежанова. Было дано заключение, что между ними нет родственной связи. Молекулярно-генетическая экспертиза доказала это на 99%. Во время обследования на левой руке трупа был обнаружен след иглы. В результате химико-биологической экспертизы было установлено, что в почках, печени и сердце содержится препарат неорелаксант, и виден он был до смерти человека. Этот препарат обычно вводится перед наркозом, обладает расслабляющим действием и может привести к обморочному состоянию. По заключению всех экспертиз мы установили, что этому человеку перед смертью был сделан укол в левую руку, после чего при невыясненных обстоятельствах он утонул и умер в механической асфиксии. Экспертиза признала недействительную справку о смерти, выданную на имя Айдына Хлежанова. Расследование по возбужденному уголовному делу продолжается. Так чья же эта могила? Жив ли сам Айдын? И если жив, то где он? В исламе существует поверье, что предвестником конца света станет Иисус, спустившийся с неба, а на земле появится Махди. Сунниты верят в появление Махди, но не углубляются в тонкости. В шиизме этому придается очень большое значение, и верится, что он победит ложного мессию Антихриста и установит справедливость. К примеру, в уранском парламенте одно место свободно. Оно для Махди. Также в школах и университетах одна парка остается незанятой. Они верят, что за нее когда-нибудь сядет Махди. Часто говорят о Махди устребу совершающих зикар, и практически все люди знают его описания. Его прямой помощник, представитель желтой расы, с редкой бородой, хромой. Это и есть в хадисах нашего пророка. Я думаю, что это и есть господин Исматулла, помощник Махди, алейхи салам. И еще у него будет 313 учеников, помощников, и все они будут святыми. Все упомянутые чудеса должны произойти до 2013 года. По описаниям нетрудно догадаться, что речь идет об Исматулле. Видимо, это один из приемов учителя призвать к покорному служению. Неслучайные частые упоминания цифры 313. Это не только количество последователей Махди, но и номера автомашин Исматуллы, Нарымбая, Алия Ширкуловой и Магаставского Ибрахима Кентана. Он не Махди, но его ученик. Он был воспитан. Мы, конечно, не видели его, но слышали, что он ученик. Он сам к нам приезжал то ли в 2005, то ли в 2006 году. И после этого появились статьи, где он говорит, что является последователем Махди. Мы верим в это. Историкам хорошо известно, что при помощи идей Махди пытались совершать, да и совершались революции. В X веке Убайдуллах использовал эту идею при основании династии Фатимидов в Северной Африке. Создатель династии Аль-Махадов в Испании также повел за собой народ, назвавшись Махди. В 1883 году самозванец Мухаммед Ахмед после крупного восстания в Египте сумел завоевать власть над Суданом. Его преемник Абдуллах в 1902 году также назвал себя Махди. А теперь давайте, Аллаху Ху Хай. Но не рвите, не слушайте, а спокойно говорите. У ей салалам, у ей салалам. Пусть это выходит прямо из сердца, в их сердце. При слове Хай просите Аллаха, чтобы он очистил ваши умерзные сердца. Немного о Зикре, методе поклонения, которое избрало для себя новое течение, называющее себя последователями ессалы. Они настроили против себя других мусульман, заявив, что Зикр важнее намаза. В первую очередь Зикр. Зикр это похвала Аллаху. Положительного эффекта Зикра больше. Конечно, мы все читаем намаз, но Зикр, мне кажется, больше пользы дает. На этой видеозаписи, которая была сделана в Иране, из Матулла читает намаз Сиди. Действительно, если здоровье не позволяет, намаз можно читать и в таком положении. Но вот начался Зикр. Похоже, господин выздоровел. В суде оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в религиозном обряде, исполняемом последователями Санатулы, имеются элементы нейролингвистического программирования, которые способствовали введению адептов в транс и подчинению их воли духовному лидеру. Анализ полученных данных показал, что использование таких приемов нейролингвистического программирования характерен искусствительностью различных псевдорелигиозных течений экстремистского и террористического толка и обычно применяется при подготовке шахида. В августе 2010 года было возбуждено уголовное дело в отношении Исматулы Абдугаппара. Исматулла Абдугаппар задержан на таможенном посту при побеге из города Алматы в местности Черняевка, Царагашского района, Южно-Казахстанской области. Исматулла Абдугаппар остальные поздравляем лица в ходе расследования Абдугаппара. Эта организация под руководством афганского миссионера Исматулы прикрываясь общественно-просветительской деятельностью пропагандировала нетрадиционное для Казахстана псевдосуфистское учение и по всей видимости пыталась создать религиозно-политическую организацию. Привлекая в свои ряды интеллигенцию с призывом создать ортодоксальный ислам на основе идеи Мессии Махди, проникая в органы государственной власти, организовывая информационную атаку на тех, кто не разделял их взгляды, оказывая сопротивление духовному управлению мусульман, ограждая верующих от посещения мечетей, насильно насаждая псевдорелигиозные взгляды. Тем не менее, остается загадкой истинная цель этой секции с прочной иерархической структурой. И, возможно, ответ на этот вопрос не знают и сами члены этой общины.